Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вас приветствуют туннельные авиалинии Отканьте спинки своих кресел И наслаждайтесь полетом Следующая станция Метрополий Гоп-стоп, леший подошел из-за угла Гоп-стоп, сталкеру могилку рыть пора После того, как нам удалось обнаружить и захватить Бункер Икс Я надеялся, что большая часть бед для тех, кто выжил в той ужасной войне Останутся позади Ведь теперь у нас имеются не только запасы продовольствия на многие годы Но и новое вооружение, которое должно помочь остановить кровопролитие Длящееся уже более 20 лет Но как же я ошибался Вдруг из ниоткуда стали появляться новые безжалостные твари В народе их окрестили Темные Темные, огромные существа на голову выше любого человека Отдаленно напоминают людей Но как будто вывернуты наизнанку Люди приписывали им чудовищную силу и неестественную злобу Говорили, что они голыми руками способны убивать Хорошо вооруженных и подготовленных людей Нам пришлось спуститься в туннели заброшенных станций Там можно было спрятаться не только от темных Но и от жуткого холода и смертельной радиации Которые стали царить на поверхности Да и все, что говорили о темных Это неправда Правда страшней Твою мать! Только этого еще не хватало Серега! Походу твари прорвались через внешний периметр Гляди в оба Если увидишь где-то непонятное телодвижение Вали по ним, не раздумывая Тут до метрополиса совсем немного осталось Вали их, Серега! Уже чуток осталось! Твари прорвались! Продолжение следует... Вали их, Серёга, уже чуток осталось! Ну ты, Серёга, даёшь! Я, честно говоря, думал, мы тут вместе дубы дадим! Но стрелок из себя отличный! Эй, тук-тук! Кто в теремочке живёт? Отворяй ворота! Мэр приехал! Лисик, ты ли это? Ребята, посмотрите, он всё ещё живой! И, как всегда, на своём драндулете! Открывайте уже гермозатвор! А то не ровен час ещё прибьют нашего любимого посыльного! Серёга, а тебя срочно Дегтярёв вызывает к себе! Буржуй, ты мне мою ласточку не тронь! Знаешь, сколько она уже повидала? Год назад я потерял лучшего друга и боевого товарища! Лис был мне как родной отец! Он с детства оберегал и заботился обо мне! Мне всегда казалось, что с ним я в безопасности! Но так случилось, что мы попали в засаду, когда искали объект Икс! После этого больше я его не видел! Я остался наедине с воющим ветром! Наедине с чудовищами! Наедине с самим собой! И вот спустя столько времени появилась надежда, что Лис может быть жив! Возможно, именно поэтому Дегтярёв вызвал меня срочно в метрополис! Да и мне есть что рассказать о беде, надвигающейся с севера, о тёмных! Рад снова видеть тебя, Серёга! Слышал, вас с лесником в тоннеле немного потрепало! Эти твари последнее время не дают нам ни минуты передышки! Они постоянно лезут не весть откуда! Но я тебя не для этого вызвал в метрополис! За последний месяц мы потеряли уже не первый наш блокпост на дальних рубежах зоны! Сначала мы подумывали, что это дело рук нечисти или ударовцев, которые начали проявлять активность в последнее время не только в тоннелях, но и на поверхности! И вот, во время последнего сеанса связи с железнодорожной базой «Арктика-46» в радиоэфире мы кое-что услышали! «Думаю, тебя это должно заинтересовать!» Сигнал был нечёткий и сильно неразборчив, затем полностью исчез! Речь шла о Лисе и, возможно, саркофаге на ЧАЭС! И что самое поразительное, после нам так и не удалось больше связаться с Арктикой! Мы запросили поддержки у ВСУ, но их группа, направленная к Арктике, пропала без вести! А у нас сейчас катастрофически не хватает людей для полномасштабной операции! Поэтому я решил отправить тебя в разведку! Ты лучший боец свободы, да и в одиночку будет легче проскочить незамеченным! Заодно разузнаешь хоть что-то о Лисе! Ведь есть вероятность, что он всё ещё жив! И ещё! Смотри мне там не геройствуй! Это разведмиссия! Как что узнаешь важное, сразу возвращайся обратно! А вот что касается твоих тёмных, это больше похоже на сказки какие-то! За 30 лет существования зоны этих существ никто никогда не видел! Поэтому, Серёга, не обращай внимания! Даже опытному бойцу в страхе может что-то померещиться! Так что ждём от тебя вестей касательно Арктики и Лиса! Даже не знаю, как вам описать мои чувства, когда спустя столько времени у меня снова появилась надежда... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Рад видеть тебя живым и невредимым! Слыхал о темных? Как думаешь, правду народ о них рассказывает? Или... Выдумки всё это? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Серёга! Мне уже всё доложили. Но здесь есть небольшая загвоздочка. Через туннели я тебя сейчас пропустить не могу. Там ад. Мы пытаемся зачистить путь до Северной станции. Вы слесняком чудом проскочили к нам. Я понимаю всю важность твоей миссии. И поэтому могу предложить тебе проскочить сначала до заставы через поверхность. А оттуда уже доберёшься до Северной. Ребята откроют гермозатворы и пропустят тебя. Это, конечно, слегка опаснее, чем по туннелям. Но так я хотя бы могу гарантировать, что твари не проникнут в Метрополис. И чтобы хоть как-то облегчить тебе путь, загляни к Хохлу. Он выдаст тебе боеприпасы с аптечками. И не забывай, на поверхности холод собачий. Периодически греться у костров придётся, дабы не окалить. Удачи тебе, Серёга. Удачи тебе, Серёга. Пацаны, ну значит остановились, трохи окей. Тільки стали, тільки зіпери розстегнули. Я тут губа. Пацаны так переглянулись и давай ржать. Рад видеть тебя живым и невредимым. Слыхал о тимных? Как думаешь? Правда народ о них рассказывает? Или выдумки всё это? Серёга, я вижу шрам вообще с дуба рухнул, отправляя тебя к Северной через поверхность. Там же окочуриться за пять минут можно. Но если не окочуришься, то вепри сожрут. Вон давеча, группа сталкеров, решила прогуляться и поискать чё-то там важного. Как ушли ни слуху, ни духу. Жмуры уже, наверное, усе давно. Лучше тут переждать, пока туннели зачистят. Потом над резиной добраться к станции. Вижу тебя, как и тем сталкерам не утерпёшь подохнуть. Но дело твоё. Надеюсь, оно того стоит. Держи боеприпасы и немного аптечек. Может, хоть как-то поможет. Эй, Серёга, постой. Слушай, я только шо вспомнил. Если тебе надо будет выйти за пределы городка, найди щитовую и активируй сирену. Это отвлечёт вепри. Поговаривают, что они берлогу перед выходом обосновали. И теперь там просто так не пройти. Рвут любого человека на части. Да, и вообще старайся у них не палить. Они ведь живучие твари. Патронов много потратишь, а толку почти нет. Ну и не забывай греться у костров. И тогда, может, мы ещё пропустим по рубочке, как вернёшься. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здесь наша ряда. Серега, я не спрашиваю, зачем тебя посылают на поверхность Не мое это дело Но у меня к тебе одна просьба есть Пару дней назад группу наших бойцов отправили куда-то в разведку Так вот там был мой младший брат, Шустрый Я тебя очень прошу, попробуй хоть что-то про них узнать Может они добрались до заставы и пережидают там, пока зачистят туннели О плохом я даже и думать не хочу Ведь кроме него у меня никого из родных и не осталось Ну вот и хорошо Я надеюсь на тебя Внимание! Оружие на изготовку! Открыть гермозатвор! Открыть гермозатвор! Открыть гермозатвор! Продолжение следует...